Привет! Это шестой урок моего курса и следующая тема, которую я бы хотел осветить, это флоу, то есть течение, а именно переходы между всеми вашими движениями, которые вы используете в брейкинге. И сегодня я вам расскажу и продемонстрирую на примерах две небольшие концепции. Первая концепция заключается в том, что вам необходимо научиться связывать каждое из своих движений с каждым другим. То есть, например, если у нас есть пять движений, мы связываем их не только в одной последовательности, а мы учим каждое комбинировать с каждым. То есть таким образом, таким, 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 далее можем таким, таким и так далее. Соответственно, для наглядности мы сейчас возьмем три-четыре простые движения и попробуем каждый из них соединить с каждым другим. Предположим, это будет CC, Baby Freeze, ну, например, Swipes и Two Step. Вот. Соответственно, мы думаем, как каждый из них можно соединить с каждым другим. Соответственно, CC мы пробуем соединить с Baby. Да. Далее тоже CC мы пробуем соединить, ну, например, со Swipes. А затем тоже CC мы пробуем соединить с Two Step. Это был пример того, как можно CC соединить с остальными движениями. Далее мы, например, берем Baby Freeze. CC мы его уже соединили. Соответственно, нам осталось его соединить с Two Step и со Swipes. Baby, Two Step, Baby, Step, Baby. Далее нам осталось соединить Baby Freeze со Swipes и выглядеть это будет примерно вот так. Соответственно, соединяя все свои движения со всеми своими другими движениями, у вас нарабатывается максимальное количество комбинаций. И в моменте, когда вы уже будете танцевать, вы сможете использовать каждую из них в зависимости от ситуации, в зависимости от музыки, которая играет, и в зависимости, естественно, от своего настроения и потока. Ну, а мы переходим ко второму упражнению. И это упражнение, на самом деле, очень классно делать в начале тренировки, чтобы размяться, и в конце тренировки, чтобы, наоборот, чуть-чуть расслабиться, отдохнуть, расслабить свое тело и, ну, чуть-чуть поимпровизировать, придумывать какие-то новые штуки. Собственно, упражнение будет заключаться в том, что вы занимаете какую-либо позицию на спине, может быть, сидя на животе, не имеет значения, и начинаете просто в моменте импровизировать и пытаться переходить из одного движения в другое. Выглядит это таким образом. Вы делаете это плавно. Меняется направление. Стороны своего движения. Старайтесь использовать все части своего тела, но не спешите. В этом упражнении в идеале не думать о том, что вы будете делать в каждом следующем шаге, а пытаться просто расслабиться и поймать этот поток. И в начале, как я уже сказал, вы это упражнение начинаете делать очень-очень плавно, и по мере того, как оно у вас получается лучше и лучше, вы делаете его более динамично и интегрируете туда свои движения, своего стиля. Единственный момент, я бы рекомендовал вам это упражнение делать достаточно долго, то есть, например, начать с 5 минут, потом, может быть, 7-10 минут, и пытаться отнестись к нему немного медитативно. Ну и в завершении урока, как всегда, я бы хотел дать вам небольшое домашнее задание, и сегодня оно будет заключаться в том, что вам необходимо будет взять 5 любых движений и соединить их в разных последовательностях, то есть, каждое движение соединить с каждым из других движений, точно так же, как я показывал в начале урока. На этом мы завершаем сегодняшний урок, и жду вас на следующем. Продолжение следует...